Виталий, приветствую тебя! Вторая встреча в рамках недели. Классически разбираем фундаментальный технический анализ, делимся точками зрения, информацией. Друзья, с вами, чтобы у вас было что-то, на что можно полагаться в плане принятия торговых решений. Я предлагаю сегодня обсудить то, что происходит с американской валютой. Очевидно, что та тенденция, которую мы с тобой неоднократно вместе определяли, долгосрочные слабости доллара, эта тенденция очень хорошо себя отрабатывает. Мы видим то, что доллар становится все дешевле и дешевле. Можно прям перейти к демонстрации экрана. Момент. И поговорим как раз про индекс доллара. Так, друзья, в моменте. Виталий, пошла уже демонстрация, да? Да, видно. Так, это как раз график индекса доллара. Сейчас котировки 91.21. Было два уровня довольно значимой поддержки. Их сейчас видно на графике. Это 92.11 и 91.72. Мы их благополучно преодолели. И вчерашний день был крайне результативный для продавцов бакса, потому что в плане фундамента, ну прям, знаешь, звезды сошлись таким образом, чтобы долларом можно было скидывать. Кстати, Джанет Елен официально будет министром финансов. Ранее это были слухи, и мы их активно обсуждали, потому что при Джанет Елен, разумеется, политика будет более мягкой. Сейчас можно сказать, что Джанет Елен будет работать в связке с Джеромом Паулом, поэтому мы ждем шквал дополнительных денег, которые поступят на финансовые рынки. Вчера, кстати, также было еще выступление Паула в Конгрессе, который ожидаемо, прогнозируемо отметил, что нисходящие риски в экономике сохраняются, поэтому он буквально требует то, чтобы Конгресс выделил деньги на поддержку домохозяйства и малого бизнеса. И как бы финишным, таким заключительным аккордом вчерашнего дня, может быть, и с позиции, с подачи Паула, который активно настаивал на том, что деньги нужны, Мнучин, который сейчас возглавляет Министерство финансов, обсудил с Нэнси Пелоси возможность согласования нового пакета финансовой помощи там на сумму почти в 1 триллион долларов. И ожидается, что пакет вот этот в 1 триллион долларов будет принят в промежутке между 15 декабря и концом 2020 года. Короче, мы в рамках вот этого месяца ждем деньги, друзья, ждем, что доллар в связи с этим окажется на еще более низких значениях, потому что чем быстрее сейчас ликвидность придет на рынок, тем под большим давлением окажутся доходности американских облигаций. Посмотрите, как коррелирует между десятилетними бумагами трежери США поведение доллара. Вы убедитесь в том, что не просто так доллар фактически копирует эту динамику. При новых деньгах доходность американских облигаций не вырастет, она будет только снижаться. Поэтому я думаю, что мы можем получить очень хорошую фундаментальную базу, чтобы закрыть этот год даже ниже 91 пункта. Учитывая, как активно доллар снижается в последние недели, я думаю, что реально можем даже добраться и не только до 91, там протестировать поддержку 90 пунктов. По индексу доллара это как тенденция, это не рекомендация в моменте, как бы вводная, для того, чтобы, друзья, вы могли понимать, как можно действовать дальше по рисковым активам. Раньше была сделка по новозеландцу, сейчас котировки 0,7063, там целевой ориентир был на отметке 0,7050. Линия тренда пока что отрабатывает, тестируется, но все равно новозеландец оказывается выше. Мы до этой цели добрались, если хотите, можете держать пару лонха еще выше, там с целью 0,7150-0,72. Что касается рынка нефти, сейчас в моменте у нас котировки 47,30, до отложки чуть-чуть не натянули, там буквально несколько центов, которую я в качестве рекомендации выдавал в прошлый раз. Но по нефти я рекомендую смотреть все-таки, друзья, вниз, отложку прежнюю с уровня 46,80 оставить в силе. И почему ставка на снижение в приоритете? Потому что, как все прекрасно знают, в этот четверг, то есть уже завтра страны ОПЕК+, будут окончательно обсуждать решение, как можно помочь рынку нефти в текущих условиях падения спроса. Не все гладко, скажем, в рамках ОПЕК, потому что многие страны не хотят больше участвовать в этом объединении, и уж тем более не хотят еще больше увеличивать производство нефти. Сейчас при таких ценах на нефть нужно зарабатывать. Они не могут зарабатывать, потому что скованы обязательствами вот индивидуальных квот. Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал про Арабский Эмират, рассказывал, говорил о том, что сколько у них запасов сейчас есть, сколько они могут добывать и сколько вынуждены добывать из-за действующих ограничений. Короче, я считаю, что в этот четверг максимум, на что пойдут страны ОПЕК, это продлят текущее соглашение по сокращению добычи, то есть оставит его в силе, оно сейчас на уровне 7,7 миллионов баррелей в сутки, продлят на 2-3 месяца. И, как я уже ранее говорил, этого слишком мало, потому что даже по самым скромным подсчетам общее падение спроса в рамках 2020 года составит примерно 9,5 миллионов баррелей в сутки. Это комментарии от самой организации стран ОПЕК. Соответственно, если будут какие-нибудь плохие новости, еще, скажем, другие, о том, что после проведенного анализа мы узнаем, что не все страны выполняют сейчас взятые на себя обязательства, то есть нечистоплотные в плане соблюдения текущих уровней по добыче, настроения могут стать еще хуже. Поэтому, быть может, Виталий, мы вот сейчас на пороге самого настоящего разворота, ведь с чего-то он должен был начаться в плане даже фундамента разворота по рынку нефти. И если вот мой сценарий оправдается, то как раз после отметки 46,80 снижение продолжится и дальше, и мы реально увидим к концу этой недели котировки по бренду в районе 45 или даже ниже. По рынку Форекс сейчас я распыляться не буду, потому что ранее были даны рекомендации, они большая часть по целям уже выполнены. Сейчас смотрим на доллар. Как я уже отметил, приоритет это только лишь снижение, точно он будет еще дешевле. Ну и работаем с сырьевым инструментом, это с нефтью. Слово тебе. Видно рабочий экран? Так, всех приветствую. Обсудим, как всегда, то, что я советовал покупать, продавать в прошлый раз и дам оценку рынка на текущий момент. В прошлый раз была рекомендация по доллар-иене. Покупка, это, кстати, единственная пара, которая, скажем, теряет, теряет и доллар растет по данному инструменту по сравнению с другими валютными парами. Такое бывает у доллар-иена. Покупочку я советовал в понедельник, где-то в районе 104.10. Это вот на этой отметочке со стоплосом за вот эти минимумы. Мы неплохо идем вверх, пока не сильно, около там полфигуры, 50 пунктов. На текущий момент можно данный актив удерживать в лонг, так как я ожидал и ожидаю его в район 105.50, возможно, выше. Желательно, если кто покупал инструмент, подтянуть без убыток. Почему? Потому что, скажем, здесь, если сегодня будут доллар-иену скидывать вниз, ниже отметки хая понедельника, получается, то мы можем дальше уйти вниз. Поэтому сделку лучше поставить без убыток и надеяться, что мы дальше продолжим движение вверх. Хотя здесь сложно сказать, 100%, что мы пойдем в лонг. Что касается S&P, я давал также комментарий по данному инструменту. Так как у нас был понедельник, дневка еще была не закрыта. Я говорил, вот у нас ключевой уровень был, это 36, там, 13. Говорил, если закроемся ниже, то можно рассчитывать на шорты. Если выше, то лонги. Закрылись выше, ушли локально наверх. На текущий момент по данному активу мы вчера, скажем, сделали такой прокол небольшой, так скажем, исторического хая. Этот хай был, получается, в прошлом месяце. Это хай ноября. У нас было вчера 1 декабря. Мы попытались взять штурмом хайи исторический. Не получилось закрепиться выше. И на текущий момент, конечно, все указывает на лонг, но я не исключаю, что здесь может пойти какая-то коррекция по данному инструменту. Дальше по нефти, скажем так, я анализировал нефть, там, понедельник соглашался с тобой, что здесь возможен шорт. Вот по часовикам даже вчера рассматривал шорты. По дневкам там сложно было сказать, была модель в шорт, но она больше была такая лонговая. Вот я на днях ошибся был аналогично с фунт-долларом. Там дневки были лонговые, аналогично как по нефти, а часовики шортовые. Здесь они отработались в шорт. И на текущий момент я бы осторожно был с шортами, я бы больше работал в лонг, потому что если мы, ну сейчас сложно сказать, если мы сейчас будем, будут выкупать нефть выше, скажем, ну выше уровня 40, ну это по лайт. Там бренд, она аналогично 44,5. Если мы сегодня сделаем бычью дневку какую-то, или можно даже пробовать с текущих покупать выше 45, там 50, 45, 60, то мы можем очень неплохо улететь наверх. Ну это такой сложный момент, но такое ощущение, что здесь эта ловушка идет, захватывают и пойдут дальше наверх. Ну бренд аналогичный, аналогичная картинка. Вот даже сейчас с текущих, мне кажется, можно купить бренд со стоплосом за минимум. Вот на часовичках, вот, получается, ее выкупают. То есть пока здесь вот это снижение, ну по моему ощущению, это коррекционное снижение. И мы дальше уйдем на перехай вот этот уровня 49, я думаю так. Дальше, по рынку, что еще можно сказать, по евро-доллару тоже целился все время на 1,20. Я помню еще было такое обсуждение, ты тоже был на 1,20, целился обсуждение с одним своим клиентом, который посмеялся, что мы сделаем 1,20, что это все, скажем, развод по рынку. На текущий момент я бы попробовал, скажем, взять какое-то коррекционное движение по данному Киева, так как у нас сегодня идет ложный вынос вчерашнего хая. Вчерашний хай – это у нас получается аномальный бар, и можно попробовать шортануть евро-доллар секущих со стоп-лоссом за вчерашний хай, это в районе 1,21, с надеждой на возможную коррекцию. Плюс пока по евро-доллару нету, я бы хотел сделать такое, скажем, объявление по евро-доллару инвестиционное на 2021 год. Пока здесь дневных фреймов нету, дневных моделей на шорт, но у нас, мы сейчас находимся на исторических таких хаях по данному активу, у нас присутствуют дивергенции на недельных графиках, это означает, что у нас, возможно, в ближайшее время будет разворот по данному активу, не исключая, что мы еще можем несколько фигур наверх сделать, и когда появится более такой надежный сигнал, я уже скажу более точно, что здесь можно шортить евро-доллар долгосрочно, сейчас пробуем там с короткими стопами, дальше уже будем смотреть, так как у нас евро-доллар, я думаю, может уйти на паритет с текущих, или еще немножко наверх и дальше с текущих, почему? Я сейчас сделаю остановку демонстрации экрана, сделаю на одну картиночку. Так, видно ли данную картинку? Это сантимент по евро-доллару, это исторический сантимент, данные с 2006 года по текущей, на текущий момент евро-доллар находится на исторических максимумах, то есть в пределах где-то пунктов 70 с копейками, в предыдущий раз это было 2018 год, когда мы находились в пределах 60 пунктов, вот у нас это было там 1.25 по евро-доллару, и мы на 2000 пунктов развернулись. Аналогично сейчас мы ушли еще на более высокие максимумы, и это означает, что сейчас все крупные трейдеры, крупные хедж-фонды, крупные институты, крупные банки, они стоят в лонгах по евро. Это означает, что евро в ближайшее время должен исторически развернуться, аналогично индекс доллара. Конечно, это может затянуться на какое-то время, на несколько сот пунктов. Еще мы по евро можем уйти выше, как было, к примеру, 2006 год, здесь мы находились очень долго на исторических максимумах, это было в районе там выше 1.5. аналогично мы можем посмотреть на минимумы по евро, то есть перепроданность, вот как было в начале 2020 года, когда мы с тобой тоже вели битву весной текущего года, где я говорил, что евро-доллар на отметке, когда он торговался 1.8, что он смотрится на 1.20, и мы среднесрочно сделали. Сейчас мы перевернулись, я думаю, что если рассматривать среднесрочно, долгосрочно, то евро-доллар должен уйти вниз, и индекс доллара аналогично. Но через сколько это пунктов будет, и сейчас нету каких-то таких явных и сильных моделей по евро-доллару в шорт, если они нарисуются, будем говорить уже более уверенно, сейчас, скажем, такое очень рискованное, но возможно снижение. Поэтому это учитываем, эту картинку изучаем. Вот так работает рынок, скажем, как я всегда говорю, это паттерны работают на рынке и сантимент. То есть все остальное, оно не относится к рынку. Поэтому следим за вот этим графиком, и евро-доллару, это относится к другим валютам аналогично, фунт-доллар, австралийский, новозеландский. Думаю, что в ближайшее время это, возможно, будет инвестиционная идея номер один на 2021 год в таком формате. Спасибо тебе, Виталий, за комментарий. Очень интересная картинка. Действительно, сантимент имеет очень большое значение. Кстати, касательно сантимента, друзья, всем клиентам компании Амаркетс доступен индикатор Кайма. Тоже на него смотрите. Можно получить дополнительную вводную, как работать против толпы и где она находится. Да, еще помню, есть слет трейдеров в США, таких крупных, не таких, скажем, как в СНГ, проводятся там иногда встречи трейдеров по Форексу. В Америке есть тоже аналогичный слет форексных трейдеров, ну и других, которые ежегодно собираются, они там дают какие-то среднесрочные прогнозы. И когда большинство трейдеров, я помню, когда евро был на минимумах в 2016 году, все говорят, евро, когда он торговался на минимумах 1.04, все говорили, он уйдет еще ниже. Евро разворачивается на исторический максимум. Потом через год они снова встречаются, снова евро пойдет еще выше. Но когда оно торговалось на 1.25, оно уходит на 1.08 и так далее. То есть вот тоже дополнительный сантимент. Они обычно там зимой где-то встречаются. Так, ну что, Виталий, спасибо тебе за комментарии. Следим. Следующая встреча уже следующая неделя. Точно будет о чем, как и всегда, поговорить. Я полагаю, что при текущих движениях и настолько интенсивных движениях по риску и доллару, они могут забраться и к новым, и локальным максимумам, и минимумам. Но обо всем этом уже в будущем прокомментируем, расскажем, друзья. Хорошего закрытия недели тебе, Виталий, и хороших выходных. Пока. Пока.